Здравствуй, Ульяновск! Говорим мы, Ярослав Щедров, Екатерина Терещенкова, на связи со студией 78-го, мои коллеги с канала Репортер 73. От хроники коронавируса до достопримечательностей и удивительных горожан. За час прямого эфира журналисты телеканала Репортер 73 успели рассказать многое, чем можно гордиться, но далеко не все. Естественно, у петербуржцев о Бульяновске было и собственное представление. Знакомьтесь, Ульяновск, родина Козлика, Бобика и Лазика. Как только люди не называли детище Ульяновского автомобильного завода. Сам спросил, сам отвечу. Не называли они его Русланом, потому что так зовут другого легендарного представителя местной промышленности. На берегу Волги очень красивый город, Симбирском назывался ранее. Волга, корабли. Там, где родился некто Ильич? Автомобили делали раньше. Какие? Трактора. Бывшие, господи, как их называют? Ну, типа Наукограда, что-то такое. Вот. Потом перекочевала в Новосибирск и Томск. Ну, Ильяновск, какое-то очень красивое такое название, как будто какая-то девушка очень симпатичная. В эфире канала 78. Журналистам и жителям северной столицы репортер 73 рассказал и о музее, организованном в доме великого русского писателя Гончарова, и о визитной карточке Ульяновска, образце модернизма в Ленинском мемориале. И о том, почему Ульяновск не только родина у Азика и Руслана. Наш историк Петров доказал, что вот колобок еще звучит как кулебятку, и вот этот вот именно кулебятку, вот этот вот хлеб делали как раз в Ульяновске. Именно у нас. И многие историки, если не сказать, что все согласились, и мы еще носим гордое название Ульяновск, родина колобка. Ну, раз уж, Екатерина, вы заговорили об этом, а каков рецепт кулебятки? Ну, он таков же, как и в сказке. По сусекам надо скрипсти из всего, что нашли, собственно, в сарае. С того и делаем. Немного муки, немного воды и такой вот скромный хлеб. Провели виртуальную экскурсию по центральной улице Гончарова. С пользой, ликвидируя пробелы в знаниях, прогулялись онлайн по Венцу. Насколько я знаю, Гончаров обрыв написал, гуляя как раз по этой части набережной, если можно так сказать. Нет, не совсем. Обрыв, про который писал Гончаров, он находится чуть правее, в стороне, так называемого района Кенедяковка. Ночной мэр, умелец, создавший 18-струнную гитару, ульяновцы смогли удивить петербуржцев. Родина талантов – город с богатой историей, где творили выдающиеся люди. Телеканал «Репортер 73» развеял мифы о том, что все наши достопримечательности связаны лишь с вождем революции. Уникальный музей гражданской авиации и мастеров лазоплетения, палеонтологический комплекс в Ундерах, фестивали Дениса Давыдова, Волжский путь, Дикипион, Ульяновск все чаще значится в туристических маршрутах россиян и иностранцев. А значит, мы на правильном пути. Редактор субтитров А.Семкин